Здравствуйте. Вот классическая страна такой вот западноевропейской демократии, это Великобритания. Изо всех сил, уже давно, несколько веков, британские политические партии используют свободу слова, да. Вот партия консерваторов, она до сих пор существует, ее раньше называли Тори. Тори, их сейчас иногда называют Тори. Им противостояла другая партия, партия как-то называлась либеральная какая-то, вот как-то такое название, она уже ушла давно с арены политической, сейчас на политической арене либористы, рабочая партия так называемая. Вот, а ту либеральную партию называли Виги, и вот Тори противостояли Вигам. Друг друга они подвергали сокрушительной критике, более того, они даже друг другу придумали эти названия. Тори, это какое-то ругательное слово на одном из британских диалектов, да. Ведь в Британии, кроме английского языка, еще шотландский, валийский язык, вэльс, о нем говорят. В каждом населенном пункте есть иногда свои особенности этого английского языка. Дело в том, что в Британию попадали гости, вооруженные причем гости из Дании, из Норвегии, и приносили какие-то свои словечки. Во всяком случае, ругательные словечки, вот эти вот Тори, да, и Виг, они что-то типа разбойник, бандит, нехороший человек, одним словом. Что точно они обозначают, уже забыли. Вот только что от названия партии. Между прочим, вот это вот Виги, я прошу вас обратить внимание на это ругательное слово. Очень похоже, да, правда, на слово, сказать, викинг, да. Викинг, Вик, Викинг, Викинг. Британцы, наверное, на свой лад его переделали. А за что так вот викингов-то обозвали таким ругательным словом? Ведь действительно, ведь это ругательство. И действительно, так вот в книжках по истории ты пишешь, что викинги были отщепенцами в своем обществе. Жили-жили жители Норвегии в своей стране. А Норвегия страна суровая. Был такой фильм, советско-норвежский фильм. И на скал, и на камнях растут деревья. Скандинавия, страна камней, не очень удобная для сельского хозяйства. Пропитание жители Норвегии добывали в основном рыбной ловли и охотой на морского зверя. Далеко в море не уйдешь за этим морским зверем. То есть, только что в прибрежной полосе. Большого количества людей вот эта вот скалистая, горная, тяжелая такая вот Норвегия прокормить не могла. Поэтому численность населения, те древние норвежцы до викингов, они регулировались строго. Вот как в семье появилось определенное количество детей, появляются новые, а они их убивают. Это какой кошмар. Не было тогда современных нам средств регулирования численности семьи. А вот взяли и убили. А вот викинги были отщепенцы. Они не захотели убивать своих детей. Представляете? Все сказали, какие вы нехорошие, вы викинги. Что значит это ругательство? Сейчас никто не знает. Ну, ах, мы викинги. Ну, пускай мы викинги. А как нам детей своих прокормить? Подумали викинги-то. И пошли в соседние земли грабить их. Вот так они по всей Европе и в Россию попали. Да, вот наши князья варяжские, да, Рюриковичи. Это все викинги, потомки тех викингов, которых вот так вот бранно ругали за их, так сказать, чадолюбие. За любовь к детям. Они не хотели убивать своих детей. И вот за это их прозвали викингами. Не обладали они социальной ответственностью, перенаселяли Норвегию. Ну, кончилось тем, что в Скандинавии других скандинавов, кроме чадолюбивых викингов, никого не осталось. Остальные слишком сильно зарегулировали свою численность. И мы знаем викингов из истории. И говорят наши князья Рюриковичи, тоже ведь викинги были. Выходцы, по крайней мере, оттуда. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи.